Привет, мои дорогие друзья! Всем привет из солнечной Австралии! И сегодня наша тема общения это международные сайты знакомств и мои советы вам в плане общения с мужчинами, исходя из моего личного опыта и также опыта других женщин. Первое и самое главное, раз вы уже вышли на эту тропу международного знакомства, значит вы уже на правильном пути, значит у вас уже задан старт дальнейшего положительного результата в плане знакомств. Первое, что я хочу вам посоветовать, никогда не ждите на сайте знакомств, когда вам кто-то напишет или же тем более еще переживать за то, что никто не пишет. Не надо этого! Сразу набирайте по поисковику все вот эти вот пунктики, которые вы хотели бы видеть в своем мужчине, то есть возрастная какая-то категория, там страна проживания и еще какие-то там моменты, которые позволяют сделать поисковик сайта. Нашли определенное количество мужчин и написали вкратце какое-то такое письмецо, ничего не значащее, что «Привет, как твои дела? Я вот на сайте знакомств совсем недавно, я сюда пришла, чтобы найти своего спутника жизни. Хотели бы вы со мной познакомиться, я бы хотела с вами познакомиться и общаться в дальнейшем». Написали 30 человек, 30 человек и написали. Ответят вам 5 мужчин уже, почему это неплохо, и начинайте переписываться одновременно с несколькими мужчинами. Хочу сказать очень важный пункт, который вы сразу же должны себе в голове обозначить, что никогда нельзя влюбляться в виртуального партнера, никогда нельзя полностью растворяться в нем, полностью представлять уже жизнь будущую с ним. Ни в коем случае должно быть расстояние, вы должны трезво мыслить, абсолютно не давать хода своим эмоциям. У каждой женщины есть потребность выплеснуть свою положительную энергию, энергию любви, но это не тот случай. Вы в дальнейшем будете выплескивать свою любовь на своего мужа. А здесь это просто знакомые пока что по переписке. Поэтому прошу вас, вот этот обозначьте пункт. Если вы будете с трезвой головой относиться к таким знакомствам, все обязательно пойдет. И вы спокойно тогда уже выберете кандидата, который действительно вам подходит по многим параметрам. Не на поводу своих вот этих чувств, каких-то эмоций, а уже на поводу своего разума. Следующий пункт. Интересуйтесь его жизнью. Интересуйтесь, как он живет, где он живет, с кем живет. Спрашивайте у него. Желательно сразу узнать, сколько он раз был женат и сколько у него детей. Это тоже очень важно. Вы должны сами понимать. Если у него небольшие дети, их трое, то вы должны уже понимать, что в дальнейшем это, конечно, будет влиять на вашу жизнь. Если вы с этим согласны, если мужчина стоящим, идем дальше. Переписываться нужно каждый день. Я считаю, что для того, чтобы привыкать к друг другу, чтобы мужчина привык к вам, чтобы мужчина уже ждал встречи с вами, начинайте сразу же спрашивать его, как прошел его день, какие у него были там трудности. Также рассказывайте о своей жизни, какие-то общие вопросы. Даже можно поделиться с ним какими-то своими трудностями в жизни, на работе, небольшими. Самое главное не переборщить здесь. Не надо все время жаловаться на жизнь. Не надо грузить мужчину какими-то своими проблемами. Ни в коем случае. Просто взаимообмен какой-то информацией положительной. И потом разговор развивать уже на общие темы. Спрашивать по всем темам, какие у него взгляды, какие у него планы. Это обязательно. Старайтесь показывать себя с положительной стороны. Вот какие у вас есть положительные черты, вы их показывайте. И, пожалуйста, вот нужно свои вот эти амбиции или какие-то там претензии к жизни. Вот это все убирайте. Потому что мужчины, они не любят. Зачем начинать знакомство с каких-то негативных моментов? Все должно быть на позитиве. Все должно быть на положительных эмоциях, на юморе. На всем. Юмор очень, кстати, тоже помогает. И с юмором обязательно надо дружить в любой ситуации. Никогда не ревнуйте его открыто. Так, чтобы предъявлять претензии, что он делал, как он, почему и что. Никогда. Нужно очень мягко давать понять мужчине, что вы ему доверяете, что вы ему верите. Но, конечно, вам не безразлична его личная жизнь, не безразлично то, что он переписывается с другими женщинами. Но это все мягко и ненавязчиво. Также нужно сглаживать любые моменты, каких-то там ссор или мелких таких неурядиц. Сглаживайте, вы же женщина. Зачем все это, чтобы перерастало в какой-то скандал или ссору? Но сила женщины в том, что она при своей внешней слабости умеет сглаживать какие-то моменты, которые усугубляют ситуацию. То есть будьте более мягкими, более коммуникабельны. Посылайте ему свои фото из повседневной жизни, чтобы он привыкал постепенно к вам. И то же самое просите выслать его фото, где бы он ни находился. На выходной день он пошел где-то там погулять или где-то на какой-то вечеринке был с друзьями. Чтобы он вам посылал, чтобы он думал о вас все время, что постоянно шел обмен энергии. Не только информации, энергии. Еще очень важный момент. Вам необходимо в ближайший месяц, когда с момента вашей переписки, вам нужно понять, собирается ли он встретиться с вами. Поэтому ненавязчиво задавайте такие вот мягкие вопросы. Как он смотрит на то, что будет ли встреча у вас, где, чего, как. Все это плавно нужно понять. И если он не отвечает, то это уже, я скажу позже, есть такие специальные звоночки, флажочки, как я их называю, на что следует обратить внимание. В общем, по теме встречи обязательно нужно где-то в течение месяца вот эту тему поднять. Также поднять постепенно эту тему, не только где и когда это будет встреча, но и задать очень важный вопрос. Сможет ли мужчина вам помочь в затратах на эту поездку? То есть обязательно все, не стесняйтесь, спрашивайте. Потому что от этого складывается не только картина ваших дальнейших отношений, но складывается картина о самом мужчине. То есть вы все больше понимаете, что мужчина может вам предложить и на что он способен ради вас. Ну а сейчас я вам расскажу, на что нужно обращать внимание при общении с мужчиной. Или как их называют, красные флажочки, которые дают своеобразные сигналы и дают портрет мужчины. Первое. Если мужчина вас с первых же дней называет любимой своей, если он сразу же строит планы с первых же дней, рассказывает о своей страстной любви, сразу же выкладывает планы, как вы вместе будете жить, какие у вас будут дети. Это первый флажок, что человек не настроен на вас серьезно. То есть есть такая категория сладкоголосых мужчин, которые поют свои вот эти дифирамбы, вот эти вот песни о любви. А на самом деле они вас склоняют к определенным действиям и не больше. В итоге результат всех этих песен, это будет склонение им вас к виртуальному сексу. Второй момент, на чем нужно заострить внимание, это когда мужчина не отвечает на ваши вопросы прямо, конкретно. Или же он выворачивается и в переносном смысле начинает как-то там что-то рассказывать, уходит от ответа, переворачивает все. Это нечестная игра, это нечестный мужчина. Сразу имейте в виду, что ничего хорошего не получится. Самое главное доверительность, самая главная честность вот в отношениях. Если ее нет с самого начала, ничего ожидать не надо от этих отношений. Также если мужчина не спрашивает вас о вашей семье, о вашей жизни, не интересуется вашими родственниками, не интересуется вашей жизнью, не интересуется какими-то вашими моментами и проблемами, знайте, что этот мужчина тоже несерьезно относится к вам и тоже не настроен на серьезные отношения. Потому что серьезный мужчина всегда должен для себя информацию от вас получить. Точно так же, как и вы интересуетесь, где вы живете, где вы живете, с кем вы живете, сколько детей, какие они, что, если он планирует по-серьезному с вами. А если ему все равно, и его цель вот это повиртуалить, то, конечно, ему это не нужно. Еще, например, такой флажочек. Если мужчина устраивает какие-то сцены ревности, если он постоянно ревнует, что-то вас требует от вас, какого-то отчета, где вы были, почему там задержались или что-то, и все это на нервах, имейте в виду, это плохой знак. То есть, мужчина манипулирует вами. Постарайтесь в самом начале отношений спокойно с ним поговорить на эту тему, что вы свободные люди, пока вы еще не встречались, пока у вас никаких серьезных отношений нет, вы свободны. Поэтому не надо контролировать друг друга, не надо досаждать ревностью. Вот ему тоже это нужно объяснить. Если же это не помогает, и это все продолжается, такой мужчина тоже должен в сад его, в сад. То есть, если это начало такое, вы можете представить, что если в дальнейшем этот мужчина будет с вами, он просто съест вас своей ревностью. Еще такой важный звоночек. Если мужчина предлагает вам сбросить ему фото интимного характера, или же предлагает вам в скайпе показать какие-то части тела, я уже не говорю о том, что если он предлагает виртуальный секс, все эти случаи, вот в данном случае, это все говорит о его несерьезных отношениях. Ни в коем случае не соглашайтесь на это, потому что будет очень больно, очень обидно, когда этот мужчина просто исчезнет. Он поиграет с вами, он добьется своего, и вы ему станете неинтересно. Поэтому никогда не соглашаться ни на фото интимного характера, ни на виртуальный секс. Серьезный мужчина с серьезными намерениями никогда не предложит вам заняться виртуальным сексом. И отсюда такой вывод, что мужчина никогда не женится на женщине, которая согласилась с ним по-быстренькому на виртуальный секс. То есть все взаимосвязано. Следующий звоночек. Если мужчина пропадает время от времени, ссылаясь на командировки, на больных родителей, еще какие-то там куча причин, это повод для того, чтобы задуматься, возможно, у него есть реальные отношения с реальной женщиной. Или же второй вариант. Он ездит где-то знакомиться с другими женщинами, и это говорит о том, что он в постоянном поиске. Не факт, что этот мужчина когда-то будет с вами. Следующее. Если вы задали вопрос мужчине о встрече, когда, он планирует ли вообще, он начинает от этого вопроса уходить. Или же он начинает как-то говорить об этом, но не знает даты, у него что-то не получается с работой, он еще не уверен, когда. То есть вот такие ответы, мутные, непонятные, это уже большой звонок, который, знаете, говорит о многом. Если он постоянно что-то откладывается у него, что-то не получается, то это говорит о том, что он никогда не приедет, и никогда у него нет даже цели встретиться с вами. То есть если в течение нескольких месяцев он все никак не может решиться, у него чего-то не получается, и после того, как вы время от времени опять повторяете этот вопрос, он также уходит от этого ответа. Все, имейте в виду, что это перед вами писатель. Я их называю вот такой мужчина-писатель, который пишет-пишет свой роман, и никак не может его дописать, и никогда его не допишет, потому что у него нет цели встретить женщину и с ней иметь серьезные отношения. Ну и в заключении, мои дорогие, я хочу вам дать совет вот такой, что начиная международные знакомства, вы должны набраться терпения и быть снисходительной в мелочах, но быть непреклонной в самом главном. В главном это понять, серьезно ли настроен мужчина, и ваш ли это мужчина. Самое главное, вот это выяснять, и, конечно, не переписываться годами, конечно, не верить в то, что когда-то что-то будет. Значит, мы мужчин ценим по поступкам. Если мужчина начинает с доверительных отношений, если мужчина подтверждает все свои разговоры какими-то действиями конкретными, вот тогда уже мы должны этого мужчину воспринимать как возможного в дальнейшем партнера по жизни. Если мужчина не имеет на вас ни времени, ни возможностей, то это значит, этот мужчина не стоит того, чтобы тратить на него свое время, свои эмоции, свои ожидания. Поэтому таких мужчин отправляйте в сад. Поэтому, дорогие мои, желаю вам удачи в этом непростом деле. Но то, что результат вероятен, положительный, это однозначно. Верьте и действуйте. На этом я заканчиваю наш разговор. С вами была Светлана. Спасибо вам за внимание. Пока-пока, мои дорогие. До новых встреч. До новых встреч.